всем привет это канал moto sancho и мы приступаем к сборке ураловского двигателя делать это будем как всегда последовательно и не спеша и начать я предлагаю с установки генератора и передней крышки двигателя давайте начнем первым у нас на очереди будет генератор дело в том что нам надо отрегулировать зазор в зацеплении шестерен не более трех десяток для этого на корпусе генератора есть эксцентрик и пазы которые позволяют генератор проворачивать относительно картера установим его на штатное место и прижмем к картеру гайками затянуть гайки стоит практически без усилия чтобы генератор плотно стоял на своем месте но при этом сохранялась возможность его проворота таким образом я добился небольшого зазора порядка 1 2 десяток и можем теперь сделать полный оборот распредвала чтобы убедиться что нигде у нас шестерни не подклинивает но не забываем что это у нас установка примерочная генератор я буду ставить на герметик для этого его надо будет снова снять а чтобы потом выставить это же положение я сделаю две метки одну на картере и одну на корпусе генератора потом достаточно будет просто их совместить и зазор на шестернях уже будет отрегулирован слова откручиваем обезжириваем посадочные поверхности наносим герметик и ставим генератор на место на этот раз укладывая под гайку плоскую и пружинную шайбу чтобы не открутилась совмещаем сделанные ранее метки и вот теперь можем гайки надежно затягивать остается убедиться что зазор у нас не изменился еще один положительный момент если вдруг переборщили с герметиком то пока крышка передняя не установлена можно его отсюда убрать генератором закончили и переходим к установке передней крышки двигателя здесь у нас есть нюанс вместо старых винтов под плоскую отвертку в потай я собираюсь ставить новые под внутренний шестигранник при этом если мы просто установим винты с цилиндрической шляпкой в отверстие с конической фаской вот в этих вот местах у нас обязательно возникнет концентрация напряжений которая при определенных условиях например при вибрации изменение температуры даст нам трещину по которой потом возможно появится течь масло поэтому я собираюсь доработать отверстия в крышке до цилиндрической формы чтобы плоскость сопряжения шляпки винта с крышкой было ну как можно больше и как можно более ровной приблизительно вот так для этой цели я взял какое-то старое обломанное сверло на 11 заточил его сделав рабочие кромки прямыми без угла и теперь попробую им править наше отверстие получилось вроде бы неплохо теперь новые винты станут плотно и без проблем стружку с крышки мы удалим сжатым воздухом и приступаем к замене сальника распредвала старый мы выбиваем на его место будем ставить новый итальянский сальник карте к размер 16 на 30 на 7 и номер заказа если кому-то понадобится сальник синего цвета все хорошо смазываем моторным маслом и сальник тоже и устанавливаем ровненько без перекосов насколько можем задавливаем от руки в принципе до конца он руками и стал также можем сразу установить новый масляный фильтр сейчас это будет сделать удобно уплотнительное кольцо на крышке фильтра обезжирим смажем тонким слоем герметика чтобы избежать от потевания масла фильтр одеваем на крышку вот насадиться вторая сторона у меня заглушена здесь два отверстия и завинчиваем все на место также хотелось бы упомянуть о такой важной вещи как сапун стандартный ураловский сапун золотникового типа его мы ставить не будем вместо него будем устанавливать внешний клапан вентиляции картера от автомобиля хендай о нем мы еще поговорим в отдельном видео а сейчас нам осталось обезжирить поверхность крышки стыкующуюся с ней поверхность картера нанести на них тонким слоем герметик и вот в этом месте надо быть очень осторожным потому что тут находятся масло подводящие и масло отводящие отверстия масляного фильтра тонким тонким полупрозрачным слоем наносим герметик чтобы при затяжке крышки эти отверстия не перекрылись герметиком можно даже лишнее вокруг них убрать уже самое проделываем с крышкой перед установкой смажем поверхность распредвала моторным маслом чтобы рабочая кромка сальника у нас не пострадала без маски и крышку аккуратно укладываем на двигатель остается распределить винты и не спеша равномерно их обжать по равномерности выдавленного герметика контролируем плотность прилегания крышки а сам этот герметик я пока убирать не буду подожду пока застынет а потом просто аккуратно оборву на сегодня на этом мы остановимся но работы впереди еще много так что если кто-то не подписан жмем подписаться оставляйте свои комментарии если видео было интересным ставьте лайки на этом прощаюсь всем спасибо всем счастливо пока